В исходной позиции ноги должны находиться на ширине плеч и согнуты в коленях, тело наклонено вперед. При начале движения перенесите вес тела с одной ноги на другую. Одновременно с этим направьте руку в сторону предполагаемой точки касания мечом стола, оставляя лопасть ракетки открытой, как при накате. Рука на замахе должна быть расслаблена и только в момент удара при контакте ракетки с мечом сожмите ее большим и указательным пальцами. Это поможет погасить энергию меча с сильным вращением, укорачивая его или передать мечу свою энергию, направляя его глубже к краю стола. Более активная работа кисти в момент удара с амортизирующим движением в его завершении поможет погасить сильное вращение приходящего меча и вернуть его более коротко. Удар по левой части меча с продолжением движения руки в сторону разгона ракетки позволит придать больше своей энергии и вращения мечу, направляя его глубже к краю стола. Важно ударить по мечу как можно ближе к столу, на его взлете, что поможет предотвратить вылет меча за стол и придаст ему больше вращения. Для этого старайтесь в момент удара касаться левой средней точки меча, чтобы придать ему больше бокового вращения или ближе к нижней части меча, чтобы придать больше нижнего вращения. Чоп-блок наиболее эффективен по сильному навесному или полунавесному топ-спину, направленному в левую часть стола. В результате соперник в большинстве случаев возвращает такой мяч по диагонали и не очень активно, что позволяет заранее подготовиться к следующему атакующему удару. Субтитры сделал DimaTorzok